Добро пожаловать на канал WatchTorys, с вами я Михаил и сегодня у нас на обзоре настоящий эксклюзив. Мне кажется, это первый обзор в принципе в мировом ютюбе на эти часы. Новинка от компании BALL – Roadmaster Marina GMT. Приятного просмотра! Компания BALL делает большой акцент именно на эту модель и об этом говорит большое количество вариаций этих часов. Первый – это Batman с синим циферблатом, такие как у меня сейчас на обзоре. Вторые – Batman с черным циферблатом. Есть еще Pepsi, Kermit, Hulk и в коричневом исполнении. И каждая из этих моделей выпущена в лимитированном тираже тысячу экземпляров. Обзор этих часов стоит начать с корпуса. Что-то похожее еще ни у кого не встречалось. И это на самом деле отлично, что бренд придерживается своего стиля и представляет абсолютно новый продукт в век, когда уже, казалось бы, придумать что-то новое невозможно и на самом деле очень дорого. Корпус и браслет часов выполнены из титана и первым делом бросается в глаза крепление корпуса к браслету. Поначалу может показаться, что он интегрирован в корпус, как у моих Roadmaster и Micebreaker. Сейчас вам покажу. То есть вот тут такое ощущение, ну как бы он на самом деле интегрирован в корпус и складывается впечатление, что это одно целое. В этой же модели такое ощущение тоже есть, но когда начинаешь присматриваться, понимаешь, что он не интегрирован. Это только такой визуальный обман, но выглядит это очень необычно, интересно и самое главное так вот самобытно. Браслет и корпус полностью сатинированные. И учитывая, что они сделаны из титана, я думаю, что достаточно долго прослужат без каких-либо царапин, потому что титан в принципе твёрдый материал, и когда нет полированных элементов, всё сатинировано, соответственно, какие-то царапки появляться будут достаточно реже. И причём обратите внимание, хоть и браслет он полностью сатинирован, вот эти вот элементы по краям, они тоже имеют грани, но они также сатинированы. И внутренняя часть браслета тоже. Диаметр корпуса составляет 40 мм, толщина 14,5 мм. Часы достаточно компактные, будут гармонично смотреться на запястье. В этой модели, конечно же, устанавливается сапфировое стекло с антибликовым покрытием. И также сапфировое стекло устанавливается на задней крышке, через которую можно видеть механизм. В данной модели, как я уже говорил, устанавливается синий циферблат с очень красивым оттенком, который на свету становится более ярким. Ну и как же без фирменной фишки БОЛ, это тритеевые подсветки. Здесь устанавливаются тритеевые трубки, из них сложены цифры 12, 6 и 9. Также остальные насечки выполнены с помощью тритеевых трубок. Также тритеевая подсветка присутствует и на стрелках. И хочу обратить внимание тоже на форму стрелок, то, что у компании БОЛ за последнее время она поменялась и мне прям очень нравится. Вот в моей модели точно такие же стрелки. И здесь уже нет в противовесе секундной стрелки букв RR, что означает Railroad, это принадлежность бренда к железным дорогам. Также тритеевая трубка присутствует и на стрелке второго часового пояса. Ну и конечно же, как без иллюминации, обратите внимание, как они очень хорошо, ярко, четко светятся. Тритеевые трубки прям вообще замечательные, а безель сам подсвечивается люминесцентной подсветкой. На вопрос, почему на безеле нет тритеевой подсветки, сразу отвечу, потому что он выполнен из керамики. В керамику никак вы не внедрите тритеевую подсветку. Его нужно было бы делать тогда из сапирового стекла и под сапировое стекло уже устанавливать тритеевые трубки. Поэтому здесь люминесцентная подсветка достаточно ярко светится и, конечно же, через какое-то время она начнет потихоньку гаснуть. Но время на циферблате вы всегда будете видеть, потому что тритеевый не погаснет на протяжении 25 лет. На 3 часа мы с вами видим индикатор даты и дня недели. И тут опять компания BOL отличилась. Вы, наверное, уже обратили внимание, что здесь есть стрелка второго часового пояса, про которую я говорил. Так вот, обычно функция GMT идет в сочетании с индикатором даты, а здесь добавлен еще и день недели. Ну и плавно переходим к функции GMT. Она здесь управляется необычным способом. Вот смотрите. Первый способ с помощью стрелок и заводной головки, соответственно. Мы с вами выставляем время, например. Видите, вращаются две часовые стрелки. Центральная и красная. В зависимости от того, какое вы поставите локальное время и какое вы поставите время города, в который вы летите. Далее. Задвигаете головку, переходите в первое положение и вращаете часовую стрелку. Таким способом вы выставляете и дату, и выставляете второй часовый пояс. Можете вращать в два направления. Это самый распространенный способ часов с функцией GMT. Второй способ, он чаще встречается в часах с функцией мирового времени, но также это и GMT. С помощью кнопки на корпусе вы нажимаете и переключаете часовые пояса вместе со стрелкой. Но обратите внимание, соответственно, это все вращается только исключительно в одну сторону. То есть, если вы перелистали, вам нужно будет заново опять долистывать. И третий способ, не менее распространенный, это выставление с помощью нажатия на вот этот вот пушер. Нужен специальный инструмент, такой тоненькая иголочка, с которой вы нажимаете и выставляете время второго часового пояса вот в этом дополнительном окошке. У меня, к сожалению, сейчас под рукой нету этого пушер, поэтому продемонстрировать не могу. Но при нажатии на эту кнопку выставляется здесь время второго часового пояса. И как вы могли заметить, функция GMT в моей коллекции это, в принципе, преобладающая функция в часах. Но, к сожалению, в 2020 году она немножко не актуальна, но будем дожидаться хороших времен. И в компании BOL опять-таки решили отличиться и добавить в свою копилку патентов еще один патент. Здесь функция второго часового пояса реализована следующим образом. На отметке 10 и 8 часов на корпусе установлены две кнопки, с помощью которых управляется стрелка второго часового пояса. Для того, чтобы ей управлять, вам нужно сначала открутить эту кнопку, то есть вы чуть-чуть повернули, прям почувствуете, что вот упретесь в положение, нажимаете и управляете стрелкой второго часового пояса. Если вдруг вы промахнулись, например, на один час, вам не нужно судорожно нажимать и переходить еще один круг. Вы просто берете вторую кнопку, откручиваете ее также и нажимаете и идете в обратную сторону. Это на самом деле очень удобно и экономит время. Дальше вы просто берете и закручиваете эти кнопки, причем в разные стороны абсолютно это можно делать, не обязательно по часовой или против часовой и все. Но здесь важен момент, чтобы вы одновременно не нажимали две кнопки, это может повредить механизм. Обязательно нужно делать все поочередно. Ну, я думаю, не будет таких людей, которые будут второй часовой пояс выставлять одновременно двумя кнопками, но все-таки нужно предупредить. И еще оговорюсь, что это очередной патент в копилку компании BOL, а за последние, по-моему, три года у них было больше 50 патентов. Мне кажется, они просто рекордсмены в этом деле, молодцы. И так как это GMT, здесь, конечно же, устанавливается должный безель с 24-часовой отметкой. Он также выполнен из титана с боковыми выступами для удобства использования. На лицевой стороне безеля мы можем с вами наблюдать двухцветную керамическую вставку в стиле так называемого Бэтмена. Насыщенный, прям такой насыщенный лакированный черный и насыщенный синим, также с лакированным блеском. Причем синий немного отличается оттенком от циферблата, и камера, на самом деле, немножко не передает его оттенок. Учтите, что он на тон немного темнее. И вращать удобно. Конечно, это не дайверский безель, поэтому тут слушать его хруст мы с вами не будем. Здесь просто обычные такие щелчки идут. Вот, вращение происходит удобно, понятно, и вот за счет вот этих вот граней, опять-таки, легко за него браться. И смотрите, можно всегда поменять стиль часов, чем привлекателен двухцветный безель. Вы, например, можете просто повернуть его, поменять немножко место, и у вас получаются немножко другие часы. Здесь устанавливается двойная застежка с надписью «Пол», открывается при нажатии на два пушера. Сделана вот из такого добротного куска титана. Точнее, нет, она стальная. Все-таки сами часы, они не 100% выполнены из титана, а идут в сочетании со сталью 316L. И про эту застежку могу сказать, что она очень удобная. В моих Roadmaster и Micebreaker точно такая же застежка, каких-то нареканий у меня нет. Все очень хорошо, гармонично смотрится и, самое главное, удобно. Ну, а теперь перейдем к механизму. Здесь устанавливается механизм калибра ETA, доработанный на фабрике BOL. И также механизм имеет сертификат хронометра COSC, что говорит о том, что суточная погрешность колеблется в пределах от минус 4 до плюс 6 секунд в сутки. Мне, на самом деле, очень хотелось бы, чтобы здесь стоял мануфактурный калибр. Но у компании в арсенале пока только один автоматический мануфактурный калибр с индикатором даты и запасом хода 80 часов. В принципе, мануфактурный калибр, на самом деле, это очень дорогое удовольствие для брендов. Например, разработка собственного калибра может стоить порядка 7 миллионов долларов в зависимости от сложности механизма. И здесь, конечно же, стоял бы мануфактурный калибр, но так как здесь идет функция GMT, поэтому компания использует механизм калибра ETA. Но доработанный, доработанный очень хорошо. И плюс также есть сертификат хронометра КОСК, поэтому это очень хорошая, надежная, качественная машинка. На моем запястье сидят прекрасно. Корпус такой вот обтекаемый. Очень нравится интеграция браслета в корпус. Точнее, визуальная интеграция. Выглядит очень интересно. Часы, на самом деле, достаточно легкие. Заводная головка не мешает. Кнопки боковые, соответственно, они тоже не мешают. Я думаю, за одежду они цепляться не будут, потому что они без каких-либо острых граней. Браслет. На себе я знаю, что он очень удобный. Хорошая и качественная, особенно застежка. Ну, 40 мм для моего запястья 17,5 см отлично подходит. Из небольших минусов. Заводная головка. Она не утоплена в корпус. То есть, она вот так идёт вот за под лицо. Но безель немного выступает, поэтому управлять ей достаточно неудобно будет. Ну, можно привыкнуть, на самом деле. Откручивается она легко, без каких-либо проблем. Выпадает сразу в нулевое положение. Это завод. Далее, следующее положение – это выставление даты дня недели. Крайнее положение – это выставление времени. Здесь какого-то люфта прям нет. Он допустимый. Всё очень хорошо. Достаточно сильно я сейчас двигал её. Дальше задвигаем заводную головку и закручиваем. И вот здесь у меня сколько раз я пробовал. Практически никогда с первого раза у меня не получалось это сделать. Как раз таки из-за того, что безель немного выпирает. Поэтому здесь нужно быть немножко аккуратным. Вы её задвигаете. Сделали вот так вот чуть-чуть назад. Попали на резьбу. И потом закручиваете. Ну вот так в перчатках. Мне просто неудобно это делать. Но вот с первого раза не всегда у меня это получалось. Поэтому здесь нужно быть немножко аккуратным для того, чтобы не испортить резьбу. Какой-то минус всё-таки в этих часах я нашёл. Стоимость часов на сегодняшний день составляет 228 650 рублей. И у компании Болл есть классная практика, когда презентуется какая-то новинка. Просто по одной фотографии её можно заказать по очень приятной скидке. Я также отхватил свои родмастеры MS Breaker. И пару месяцев назад, когда были презентованы вот эти модели, я заказал модель Kermit. Тогда цена была ещё ниже, так как курс доллара был ниже. Так что я, можно сказать, их купил по очень и очень благоприятной цене. Осталось только дождаться. Ну, говорят, скорее всего, они будут уже после Нового года. Ну, и традиционный вопрос под роликом к часам Болл. Кого вы можете предложить в качестве конкурентов в титановом корпусе и с таким набором функций в этом ценовом диапазоне? Благодарю за потраченное время на просмотр. Пишите в комментариях ваше мнение. И хорошего дня!